Добрый день, рад всем приветствовать из студии не один, а с Виктором Щербиной, доктором социологических наук, советником стратегических исследований Новая Украина. Виктор, приветствуем. И поскольку такая тема у нас сегодня обширная предполагается, я вот попробую сформулировать покороче вопрос, хотя ответ будет вот такой долгий. То есть, когда нам говорили в советское время, что идеология это не просто ложное сознание, как там у классиков, а существует идеология пролетарская, которая соответствует наиболее нашей жизни и тому строю общественному, то уже закрадывались какие-то сомнения. Уж больно оно смахивало на то, что благодаря вот этой форме какая-то часть общества чувствует себя как-то получше, чем все остальные. Номенклатуру оставим на совести исследователей, социологов точную триминологию, но прошло время и пришло время какой-то деидеологизации. Казалось бы, новая Украина, новое общество, больше 25 лет уже, больше четверти века существует Украина, как государство, с им проблемами, даже вот сейчас такими драматическими поворотами в истории. И вроде бы идеологии все отступили, пришло время такого плюрализма мнений, в общем-то, свободы высказываний, свободы слова, однако на горизонте какие-то новые тучи, вот новая идеология. Это называется в науке. Реидеологизация или там деидеологизация, вот и об этих парадоксах предлагаю сегодня поговорить, вернее говоря, высказать. На самом деле, да, проблема достаточно сложная. Вот я смотрю ваши эферы и люди приходят как бы с разными целями и по-разному них реализовывают. То есть есть люди, которые выходят, приходят высказать свое мнение. Вот они считают, что их мнение, особенно это касается таких вот известных, публичных фигур, а что скажет, значит, там, пан Иванов или, значит, Сидоренко. И он приходит, говорит, и он тем самым действует, ну, выполняет какую-то функцию, по сути дела. В этом есть смысл. Вот есть те, которые как бы рефлексируют на происходящее. То есть они комментируют что-то и они ориентируют наших зрителей, слушателей на какое-то, так сказать, действие. Вот я думаю, по крайней мере для себя, что я пришел в роли поделиться какими-то размышлениями и тем знанием, которые я вот пытаюсь производить относительно тех актуальных процессов, в том числе и в общественном сознании, которые происходят. Вот. То есть, ну, прежде всего, сама вот эта вот тема деидеологизации, реидеологизации, вот мы, когда закончили университет с тобой, то тогда очень популярная была вот концепция Фукуямы, который сказал, что вся история закончилась. Да, вот все вот эти идеологии, которые были и которые вели к социальным конфликтам, там, коммунизм, фашизм он называл, и фундаментализм религиозный, это все ушло в прошлое, и поэтому больше не будет никаких идеологий. Вот. Была концепция деидеологизации, она связывала этот процесс с тем, что поменялось общество. И вот классового отделения нет, а есть социальные страты, есть какие-то потоки и взаимодействие между людьми на основе того, что они принадлежат каким-то определенным социальным таким большим группам, которые называются классами, этого просто нет в реальности, поэтому и говорить не о чем. Отсюда нужно снять это все, так сказать, с повестки дня, в том числе и исследовательской, и вот жить просто вот, жить как бы наслаждаясь жизнью такой, какая она есть, радуясь, что вот все это мрачно ушло в прошлое, но были разные люди, которые по-разному это относились, к этому относились, по-разному интерпретировались, то есть была социальная реальность, которая предполагала именно вот такой взгляд на общество, она доминировала. Вот. Сегодня мы видим, что все больше появляются люди, которые говорят о том, что, ну, это не так, вот они, как в том детском мультфильме про суслика и хомяка, я не помню, там, один говорит другому, я из-за тебя покушал, из-за себя покушал, он говорит, ну, все правильно, сходится, но не есть хочется. То есть они как-то ощущают на своей шкуре, что вот как-то не так устроен мир, как о нем говорят, и вот эта вот проблема, она, особенно в последнее время, актуализировалась не только у нас в Украине, и не столько у нас в Украине, скажем так, ну, и в мировом сообществе. То есть есть проблема, которая осознается научным сообществом, то есть проходят конгрессы, вот два последних социологических конгресса, они проходили по теме социальной справедливости, социальных неравенств, вот, что собой представляет современный мир с точки зрения вот этого ракурса. Вот, в Китае в августе проходил философский конгресс, как быть человеком в современном мире, да, то есть это тоже, в общем-то, вопрос, который ставится в ситуации, когда непонятно, как быть. То есть ответа нет на этот вопрос. И вот, собственно говоря, вот это вот социальная актуализация, осмысление, а что такое идеология, возможно, идеология или нет в современном мире, можем ли мы пользоваться вот таким понятием, и можем ли мы говорить о идеологиях, и если можем говорить, то о каких именно идеологиях. Вот. Ну, я, придерживаясь социологического больше, так сказать, взгляда, попытаюсь посмотреть на это с точки зрения, ну, вот, описания каких-то социальных процессов, ведущих к реидеологизации. Вот. Ну, я остановлюсь, что сам термин реидеологизации, он не новый, вот, он использовался как раз в 70-е, 80-е годы для обозначения вот этого процесса появления новых социальных интересов, но уже не с точки зрения социально-классового отделения общества. То есть под вот этой реидеологизацией понимались новые культурные проекты какие-то, какие-то проекты, связанные с местными инициативами. То есть с тем, что раньше не понималось как идеология, не рассматривалось как мета-такие политические нарративы, ну, вот, это назвали вот этими новыми, так сказать, идеологическими конструктами. Собственно говоря, вот подобный процесс поиска этой новой идеологии, он происходит и у нас, и вот то, что происходит у вас на каналах, вот эти форумы, которые у нас известные политики, так сказать, собирают, это тоже ответ на вызов времени. То есть вот если убрать просто за скобки проведения вот этих форумов, которые у нас с точки зрения политического интереса этой известной фигуры, да, Юлия Владимировна, посмотреть как на социальные явления, то действительно наше общество, оно нуждается в ответе на вопрос, а куда мы идем и какой характер того социального состояния, в которое нам нужно перейти для того, чтобы как-то, в общем-то, решить наши сегодняшние проблемы. Является ответом, ну, с моей точки зрения, это не очень, так сказать, удачный ответ, но, тем не менее, это начало вот этого пути. Я думаю, что здесь, возможно, достаточно обширная общественная дискуссия, но это процесс, который может быть, скажем так, вот если его немножко отодвинуть от каких-то исключительно политических севиминутных конъюнктурных моментов, то я думаю, что наш вот мыслящий класс Украины, он бы мог включиться. Ну, насколько он сможет это сделать, время покажет, как говорится, да, мы привыкли на это смотреть скептически, но все-таки нам нужно верить в себя и в других людей, которые сегодня, может быть, там, чем-то больны, да. Вот. Ну, в общем-то, считается, что вот этот процесс реидеологизации, он имеет такой глобальный характер, поскольку произошли изменения, связанные с, ну, во-первых, вот эта череда кризисов в странах ЕС и США, она поставила под вопрос, а настолько ли состоятельна вот эта доктрина либерализма и американского образа жизни, как это казалось еще, там, 10-20, не знаю, там, кому-то 30 лет назад. То есть возник вот этот вопрос, либерально-рыночное устройство общества и соответствующая идеология, насколько она является такой, на которую можно опереться, насколько она истинна, условно говоря, насколько ей можно пользоваться. Вот. Потом таким фактором является активизация антисистемных структур, вот глобальных таких, то есть появление мирового терроризма, который со своей, так сказать, идеологической повесткой идет, вот, дискуссии о этике и границах применения процедур государственного контроля, вот, в этой сфере, то есть насколько вот этот тезис о свободе, распространении разного рода идеологических конструктов в обществах, он приемлем сегодня, да, говорят о деструктивных идеологиях, о каких-то течениях, которые имеют социально-деструктивную природу и нового характера вот эти явления, вот, это тоже, как бы, обсуждается. Ну, и, собственно говоря, рост потоков мигрантов, вот, мультикультурализация обществ, вот, возникают тоже вопросы, связанные с тем, как может существовать общество, где люди верят там в разных богов, где люди вынуждены, как бы, работать в одной, условно говоря, на одном предприятии, но при этом у них разные представления о том, зачем они живут, вот, вот этот вопрос связан, собственно говоря, с началом 20 века и какого-то внятного ответа на него нет, хотя многие считают, что у них есть вот эти простые ответы, но они по той или иной причине другими людьми не принимаются, то есть, собственно говоря, происходит такая конкуренция глобальных проектов. Ну, не следует забывать, что при всем том, что мы сегодня проводим декоммунизацию, но определенная часть населения Земли, она живет в рамках вот такой коммунистической идеологии. У нас Китайская Народная Республика, там есть официальная идеология, там есть, в общем-то, проект, который достаточно внятно основан, собственно говоря, на вот этих вот идеях коммунитаризма. Вот, можно к этому по-разному относиться, но это является фактом. И этот проект, он сегодня достаточно, так сказать, серьезно о себе заявляет, рядом с либеральным проектом, и это тоже является вот таким своеобразным парадоксом. Закрывать глаза на это, ну, в общем-то, можно на все закрыть глаза и жить просто в своем селе и ничего не знать. Вот, то есть, вот этот факт соперничества идеологии, причем глобальных таких проектов, он тоже должен как-то осмысляться. В общем-то, при этом в гуманитарном сообществе до сих пор ведутся вот эти споры, касающиеся того, как понимать саму, что такое идеология. Вот, есть классическое определение, это искажение картины мира в интересах определенных социальных групп. Ну, если Маркса вспомнить, более короткое определение, это способ представить свой интерес в качестве всеобщего. Или разработка иллюзий господствующего слоя о нем самом, да? Да, да. То есть, это целый комплекс. И говоря о идеологизации и реидеологизации, как социолог, я говорю о некотором переходе общества в состояние идеологизации или реидеологизации, где вот эти сами концепты, они являются только частью. Поскольку есть еще общественные практики, в которых люди могут взаимодействовать, исходя из того, что есть несколько идеологий, или не могут взаимодействовать, где запрещены определенные идеологии, например, и они приняты. Есть материальная даже среда, которая создана под определенный идеологический проект. Есть памятники, есть, значит, всякие значки там. Поэтому, в общем-то, это и физическая организация того пространства, где происходит социальная жизнь. Поэтому процесс идеологизации и реидеологизации – это не только выработка, условно говоря, букв и слов. Мы пришли, сказали, и вот все изменилось. Вот эти концепты – это только начало вот этого движения. Я считаю, что сейчас мы находимся где-то в процессе появления проблем, по поводу которых будут вырабатываться вот эти новые идеологические конструкты. Значит, классические теории идеологии, они формировались в 19-20 веке, формировались в другого типа общества. Общества изменились и по масштабу, и по характеру. И поэтому, ну, точно так же, как для человека там 19 века, было бы удивительно, заглянув в 20-й, увидеть, что там в голове у этих людей. Точно так же, я думаю, мы стоим где-то на пороге появления вот этого нового. Не зря вот коллеги приходят, говорят там о каком-то ином, значит. Как они при этом говорят, и на каком языке, и так далее. Это как бы отдельный вопрос, но это на повестке дня. Вот, я думаю, выработка и осмысление этих вещей. Значит, вот я взял одну из, с моей точки зрения, удачная цитата по поводу идеологии, как к ней относятся. Вот идеология является одним из самых распространенных терминов в мире политического, и одновременно одним из самых оспариваемых понятий в пространстве политической теории. Наблюдается парадоксальное явление. В то время как теоретики не скрывают своих затруднений в концептуализации идеологии, политики продолжают уверенно пользоваться этим термином в повседневной жизни. Политики считают себя не обязанным, в общем-то, смотреть на это. Вот. И особенно наши политики, да, у нас специфика здесь есть. И, в общем-то, существует, во-первых, теоретическая проблема, вот, которую я упомянул. Ну и, собственно говоря, существует идеология или нет, и что понимать под идеологией. Вот. В частности, ну, с моей точки зрения, существует, и смотреть на это дело нужно с точки зрения того, что мы живем в обществе позднего модерна. Вот. Энтони Гидденс есть, английский социолог такой, который говорит о том, что это особая разновидность капитализма, которая глобализировалась, вот, и где ускорились процессы оборота капитала и социального взаимодействия, связанные с этим. Ну и, в общем-то, информатизация и мультикультурализм являются феноменами, связанными как раз вот этими глубинными изменениями. То есть капитал стал глобальным и убыстренным. Вот это два фактора, которые фундаментальны. И это, собственно говоря, не, как бы, традиционные идеологические конструкты, они не способны вот эти процессы рефлексировать. И в этом суть самой, самого кризиса, связанного с тем, что мы не можем описывать мир в понятиях традиционных идеологических теорий. Вот. И, в общем-то, но при этом мы остаемся в мире капитализма со всеми, так сказать, факторами производства, распределения, накопления, там, и так далее. Вот. И идеология в общественной мысли, она развивается в таком, как бы, различных вариантах. Но общий ее смысл – это обычно система фундаментальных взглядов на трансформацию общества как целостной среды. И вот эта система, она не просто лишь бы какая, это система, которая позволяет описать существующий порядок вещей как такой, который нужно поддержать или который нужно изменить. То есть она концентрируется на вопросах трансформации политического устройства общества. Собственно говоря, обычно разделяют в литературе три таких основных подхода на понимание того, что такое идеология. Ну, три направления концептуализации, если так говорить, научным языком. Первое – это идеология понимается как всеобъемлющий проект глобальных общественных трансформаций. То есть вот как должен измениться мир, вот коммунизм, строительство коммунизма или строительство там царства божьего, да? Вот. То есть как все должно поменяться глобально, мы должны жить в каком-то другом мире. Второй, значит, подход – это система ценностных суждений, оправдывающая господствующее положение в обществе той или иной группы. Вот нам когда-то говорили, что деньги – кровь экономики, поэтому всем должны командовать люди, у которых есть деньги. Поэтому банковский капитал – это есть те самые люди, которых мы должны слушать и решения которых мы должны принимать безапелляционно. И, соответственно, мы должны свою жизнь тоже рассматривать сквозь вот эту призму, то есть мы должны с детьми выстраивать отношения, исходя из денежных отношений там с родственниками, окружающими, соседями и так далее. Ну я немножко утрирован, но тем не менее. И третий подход, он понимается идеологией как почти все вербализированные проявления человеческой мысли. Вот все, что мы говорим, все, о чем мы, так сказать, рассуждаем, оно так или иначе имеет отношение к устройству общества, следовательно, к власти, поэтому, в общем, есть вот такой расширительный подход. Ну, собственно говоря, и первое, и второе, и третье, оно немножко крайности такие. Вот. Я, в общем-то, мне нравится определение предмета идеологии. Селлинджер есть такой теоретик. Вот. Он следующее дает определение в качестве рабочего, ориентированное на действия совокупности убеждений, организованное в качестве целостных систем. То есть, идеология должна быть ориентирована на действия. То есть, когда мы слушаем идеологию, мы должны отвечать на вопрос, а что делать. Вот. Значит, совокупность убеждений. То есть, это некоторые положения, которые обоснованы, вот, и которые представляют собой целостные структуры. Вот. Это целостная система. Вот. Тогда мы можем говорить о идеологиях, ну, опять-таки, это часть процесса идеологизации. Вот у нас сегодня, в этом смысле, кризис. У нас в обществе, если почитать, особенно наши, там, партийные программы, да, многие, даже, политологические документы, то там наблюдается такая солянка. Из одной концепции взято одно, другое, третье, по принципу, как бы, вот, всем всё. И, по сути, оно не выполняет этой роли, поскольку оно не является целостным. Ну, и, в общем-то, если мы рассуждаем о процессе реэдеологизации, то нам нужна какая-то точка, которая, зрение, которое находится вне этого процесса. То есть, вот, философско-исторический взгляд, почему это сейчас происходит. Не погружаясь, собственно, в то, что говорится, вот, почему говорится, и каковы перспективы. Вот, я считаю, это связано, в первую очередь, связано с появлением нового политического поколения, которое сформировалось уже в условиях того, что мы называли демократическим транзитом. То есть, для нашего поколения или более старшего поколения мы являемся носителями вот этого идеологического конструкта, что, ну, например, Украина, это, типа, как у СССР, только лучше. То есть, там есть свобода слова, свобода совести, нет, значит, диктата КПСС, значит, частная собственность, причём хорошая частная собственность. То есть, вот, это такие вот рачительные хозяева, которые, вот, заводы, фабрики у нас работать будут, но они будут работать лучше, потому что там не дадут воровать, например, или будут заботиться. Чистота кругом будет никакого не будет. Да, да. И, в общем-то, с вот этим представлением наше поколение входило в период этих исторических трансформаций. Вот, но новое поколение, оно формировалось, собственно говоря, в других исторических условиях. Оно не видело этого порядка, идеологизированного, кстати, в котором мы были. Вот, и для него разговоры о, как бы, поисках национальной идеи, разговоры о вхождении в круг цивилизованных стран сопровождались упадком социальных институтов, которые мы наблюдаем, нарастанием каких-то факторов деструктивного порядка не только в целом в стране, но и непосредственно в жизненной среде. То есть сегодня мы вот радостно сидим и ждем, будет у нас горячая вода или не будет, значит, это стало каким-то таким вопросом общественного внимания. Но если 20 лет назад, это, в общем-то, не было никогда таким представлением о том, что в Киеве может не быть горячей воды, например. Ну, это я отвлекаюсь. То есть у нас возникли три таких, с моей точки зрения, горизонта реагиологизации. Ну, о горизонтах для начала тоже такую заметку можно сделать. Вот как ежику в тумане объяснить, что существует горизонт, например. Он сформировался в тумане, в некоторой данности непосредственного своего предметного бытия, а ему говорят, что есть какой-то горизонт, куда мы все, оказывается, движемся. Ну, если мы говорим о этом мире сразу постфукуямовском, там никаких горизонтов нет. Все горизонты закончились. Есть просто жизнь, обустройство своего, так сказать, частного вот этого мира, и никаких вызовов этому миру нет и быть не может. А сейчас мы оказались в положении, когда говорят, что да, вот мы находимся на острие борьбы, значит, одного мира с другим. Вот, мы являемся каким-то, значит, форвардом какого-то, значит, мира и... Фордпостом. Да, форвардом, значит, да, то есть, в общем-то, это вопрос о горизонте, куда же мы движемся, да, что собой представляет то большое, в которое мы включены, и ради которого мы должны себя формировать, мы должны оценивать происходящее в собственном жизненном мире, вот, это, собственно... И чем-то жертвовать. Да, чем-то жертвовать. То есть, это совершенно другой алгоритм жизни. Вот, мы находимся в состоянии вот этого ежика, который оказался на поверхности земли, где этот туман развеялся, вот, и много всяких разных каких-то событий и перспективы, и вообще нужно куда-то идти, вот. Вот, собственно говоря, горизонт и реидеализация. Ну, я понимаю, у нас свободный разговор, сегодня такой почти пятничный, да? Ну, я всех отсылаю, конечно, к фильму, может быть, Норштейна «Ежик в тумане», тут не все, наверное, его видели. Ну, наверное, да. Если уж какие-то «Ежики в тумане», то как-то у меня туда вот... Вот, какой-то культурный код такой у нас, нашего поколения. Вот, ну, первый горизонт, традиционно, если взять по структуре обычных рассуждений на эту тему, то это революционный, то есть, должна произойти революция, значит, должны произойти какие-то фундаментальные потрясения, вообще этот мир, вот. И сегодня, несмотря на ряд революционных процессов, которые имеют место быть, вот, но идеологии вот этой ее нет, я не вижу, во всяком случае. Можно называть себя революционером, при этом говорить какие-то вещи, которые являются совершенно архаическими, консервативными, там, и так далее, вот. Это мое, как бы, вот суждение, как специалиста в этой области. Вот, второй такой горизонт, это реформистский. Вот, вот на реформистском горизонте у нас по-прежнему удерживается корпоративизм, то есть, мы построим государство-корпорацию какую-то, вот, то, что делает, допустим, опять же, известный политик на своих форумах, это предлагает вот такой проект общественного договора, где мы переходим к обустройству общества, которое является такой большой корпорацией, где все со всеми соглашаются, приходят к какому-то согласию, заключают договоры, вот они теперь живут в качестве вот этой корпорации. Ну, и, собственно говоря, такая разновидность, анархосиндикализм, да, вот мы как-то сделаем так, что особенно это на местах проявляется, что надо отгородиться от вот этих больших вопросов, и мы у себя тут будем, не знаю. Это третий, говорил, путь? Нет, это второй, вот этот путь реформистский, то есть, мы сделаем такую реформу, чтобы нам можно было, допустим, у себя мыть янтарь, это же наше, вот, и продавать, и жить с этого дела спокойно, а вот пусть оно там все остальное, как-то вот существует один от этого, то есть, реформа – это изменение без изменения основ, вот частных, частный какой-то случай, ну, и, собственно говоря, третий горизонт – это консервативистский, вот, то есть, нам нужно либо оставить вот все, как есть, никаких, не допустить изменений, потому что, вот, человечество тысячелетиями шло вот к этому состоянию, в котором мы находимся, и вот, наконец-то, нужно удержать вот то, что вот, как сейчас мы устроены, вот, ну, и, собственно говоря, вот, национал-социалистские такие проекты, они где-то связаны с этим консервативным, этим самым, они, может, этно-националистические, да, потому что там социализм там… Ну, этно-националистические, да, они по-разному там себя называют, я сейчас не хочу в эту, так сказать, тему заходить, вот, такой у нас, как бы, теократический этатизм тоже формируется, когда считаем, что вот церковь, значит, она выполнит вот эту функцию общественной идеологии, все остальное будет оттеснено, в лучшем случае, на задний план, либо вообще убрано, да, и вот мы, наконец, заживем в виде такого вот общества, организованного вокруг того, что было традиционно у нас, значит, вот нам присутствует… Единая неделимость Соборной Украины, да? И, может, об этом чуть поподробнее, вот интересно, насколько сегодня религиозная идеология, ну, как бы, вытесняет на какое-то время, я думаю, все остальные формы, хотя остальных форм там можно их перечислять, но как элемент вот этой идеологии современной после проидеологизации. Имеется в виду ренессанс идеологии, то есть вот это возрождение какое-то, может, и религиозная идеология, новая объединяющая? Ну, я думаю, что здесь есть несколько процессов одновременно, вот, есть процесс, вероятно, и религиозного ренессанса внутри самой церкви как общественного института. То есть, ну, я встречаю людей, которые, принадлежа к этому сообществу, вот, и мысля в категориях, собственно, такого религиозного понимания мира, ищут ответы и в какой-то мере находят ответы на вот те общественные проблемы, которые сейчас существуют. То есть, сама общественная роль церкви как общественного института, она меняется, трансформируется, ну, это, как бы, одна сторона этого процесса. Вторая сторона этого процесса, оживление этого интереса связана с кризисом общественных институтов, вот, и поиском каких-то институциональных начал. Вот мы видим сегодня у нас общественное доверие к судебной системе, значит, общественное доверие к политике, к вот этим вот светским институтам организации нашей жизни, ну, может быть, за исключением Армии, по данным социологии, оно упало, ну, людям нужно найти какую-то основу, где, и они видят в религии, в церкви сферу возможных ответов. Вот, и отсюда, ну, такой, я не назову это ажиотажем, но это реакционное, по сути, это интерес, связанный с реакцией на институциональный кризис и распад нашего общества. Ну, это третье направление, вот, третий горизонт такой, да? Ну, это часть третьего горизонта, да, то есть это... В консервативную, трансценаристскую, архарическую... Да, то есть человеку нужно находить, и даже какие-то временные ответы, которые человек находит, это тоже ответы, то есть вот даже сегодня, на сегодня я отвечу на этот вопрос, и мне станет легче. Вот, может быть, завтра я по-другому буду смотреть на это дело. То есть тут есть вот такой... Мы живем сейчас в состоянии, когда общественные проблемы обострились, перспективы их решения очень многообразные и неясные, и вот такой социальный невроз, доходящий до социального психоза. Хоть церковь у нас своя будет, такой, примерно, ответ, да? Простой ответ на сегодня. Все, может, не сложилось с институтами и институциями. Я думаю, что этот вопрос очень сложный на самом деле. Не будем прощать, хорошо? Да. То есть это... Ну, есть люди, которые, они имеют право так думать, они имеют право, так сказать, так полагать, но современный мир, он просто устроен таким образом, что вряд ли у нас получится вот отгородиться от всего забором, покрасить все в свои любимые цвета и вот жить, преуспевать и так далее. Мы объективно уже включены вот в эту логику жизни, где такое, ну, это неадекватно, вот с моей личной точки зрения. Опять же, я могу ошибаться, так сказать. Вот. Сам характер идеологических конструктов, которые выстраиваются, он зависит от характера понимания того, что такое общество. Вот. В социологии есть три таких способа описания, вот, и понимания. Первый – это общество понимается как какая-то сверхреальность, вот суперорганизм, да, вот тело. Вот. Нация – это национальное тело, которое когда-то там сформировалось, оно как-то живет, я в него вхожу, потом я из него когда-то выйду, а вот оно будет, вот этот порядок вещей существовать, оно имеет свою какую-то логику, оно имеет какую-то свою там правду, свою историю и так далее и тому подобное. То есть вот общество как суперорганизм. Соответственно, идеологии тоже формируются в попытке описать вот это целое. И вот теократическая идеология, она в данном изводе, как у нас сейчас происходит, она ориентирована на описание общества как вот такого духовного организма, да, вот соборность, вот эти понятия. Это из этого набора. Вот. Второй подход общества понимается как такая реальность, которая возникает в результате понимания, ну, это называется в социологии парадигма определения. То есть как мы это понимаем, так мы и действуем, а действуя таким способом, мы порождаем между собой логику отношений. То есть мы производим общество, оно не существует где-то там помимо нас, но мы производим как вот эту достаточно жесткую систему отношений, которая передается потом из поколения в поколение, которая меняется, но все зависит от того, каким способом мы понимаем. Ну, это ближе вот к тому, что мы называем европейской традицией, да. Вот. И третье общество понимается как среда взаимодействия. То есть это некоторое такое пространство потоков, сегодня одно, завтра другое. Вот ежики в тумане, они живут вот в таком мировоззренческом видении того, что такое общество. Отсюда невозможны никакие жесткие конструкты. Вот. Отсюда все сводится к игре, все сводится к коротким взаимодействиям здесь и сейчас. Ничего не остается от этих, никаких обязательств, сказать. Ну, это тоже вот такой характер идеологического конструкта, который оправдывает, который поддерживает это. Который говорит, да, вот так это и нормально. Никаких, в общем-то, мегапроектов быть не может, не должно, значит. Вот. Вот. Живи сегодня, сейчас вот таким вот. Главное это актуализироваться, вот, вступить в игру и заняв в ней какое-то место победить, например. Вот еще я не могу не сделать выступление небольшое, просто у меня вопрос к тебе, насколько вот со стороны даже такой позиции научной, продуманной, скажем так, со стороны своего уровня рефлексии или там абстрагирования не зринутся на события недавние, буквально вчерашние, с этим, ну, массовым убийством. Сейчас переквалифицировали это дело в Керчи. Вот что это за идеология? Насколько это укладывается в какие-то, вот, может быть, эти конструкты, конструкции, в эти там три горизонта? Вот. Как этот, ну, случай объяснить можно было бы с точки зрения? Ну, я не могу объяснять этот случай, поскольку, чтобы говорить о конкретной ситуации, нужно иметь знание о том, что там произошло. Я не знаю, что там произошло. То есть ты не следил за ним просто? Вот. Но это массовое убийство по аналогии с американскими школами, какой-то человек, юноша, 18 лет. То есть есть целая, действительно, такая идеологическая, как бы, проспекция, связанная с тем, что, вот, современный человек, он находится в ситуации такой экзистенциального вакуума, вот, он страдает от того, что нет институциональных оснований жизни, он, вот, он не знает, как дальше его жизнь будет складываться, да, у него нет такого представления, что, если ты станешь, там, условно говоря, слесарем, то... Нет, просто будешь полезным членом общества, и тебе будут платить заплату, ты будешь выявить интересную работу, и тебя будут уважать. Да, да, вот это же и есть, собственно говоря, идеология. То есть, если вот к нашей теме подводить, это идеологический вакуум, отсутствие возможности определиться в обществе, поскольку оно непонятное. И это создает запрос на то, что появляются инструменты влияния на вот эти всякие какие-то синие киты, я не сильно в этом разбираюсь, я думаю, что здесь немножко это все мифологизировано, да, вот, но это связывается с теми новыми феноменами в сфере киберкоммуникации, вот, вот эти какие-то новые культурные конструкты, связанные с теми ценностями, которые реализуются в виде компьютерных игр, в виде, ну, в общем, достаточно экзотических с точки зрения нормативного контроля культурных феноменов. То есть, вот, еще вчера нельзя было, значит, ну, или было неприемлемо. Я вот вспомнил сейчас, кстати, когда-то в самом таком разгаре перестройки, здесь вот, это еще был музей Ленина, сейчас это украинский дом, да, вот, демонстрировали два фильма, и была дискуссия по поводу насилия на киноэкране. Первый фильм это был с Шварценеггером, боже, как он знаменитый. Терминаторного? Да, 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 не, не Терминатор, это Терминатора, да, вот, где он, он какой-то спецназовец, такой-то на острове там где-то живет, вертолетом приезжают, его забирают, и он там, в общем, море крови, значит, убийство и так далее, и тому подобное. И наш фильм, там, какой-то про, ну, наш, я имею в виду, тогдашний наш, да, советский фильм о морской пехоте, там тоже, в общем-то, ну, в советском кино, в принципе, было мало насилия, вот, и сама вот эта демонстрация этого насилия, приемлемость этого, вот, как это влияет на наше общество и на наш тип ментальности, он же по-другому влияет, чем, допустим, на западного человека, вот. Вот тут, где-то здесь надо искать, наверное, проблему. С одной стороны, мы не можем запретить это, да, закрыть. Ну, да, интернет и все остальное. Да, но с другой стороны, нам нужно выработать какой-то свои практики социализации человека в этом мире, которые бы не были так критичны для вот решения проблемы экзистенции. Я что-то уже слишком какие-то... Не, ну, это интересно, потому что, вот, буквально, черепляка, получается, что пока что ни в России, ни в Украине не было таких случаев. Вот, ну, в России там были пострашнее, Бесланы и так далее, но здесь же просто одинокий такой человек с ружьем, там, молодой человек, расстреливает в школе своих сверстников, кого-то там еще, выборочно из администрации, и потом убивает себя в библиотеке, что тоже так символично. Ну, это еще взорвал что-то, как химик, да? То есть такое было только в Америке. Ну, я вот слушаю, там, ну, в основном в Америке. У нас это было только в Америке, да, вот, как мы считаем такое. И вот это повелось у нас. То есть что это такое? Это какая-то идеологическая зараза? Или здесь не нужно слово идеологии вообще использовать? Вот что это за влияние? Нет, я не думаю, что это связано с идеологией, это связано с культурой, это связано с культурной аномией. То есть когда у нас вот этот порядок, ну, в неидеологизированном обществе, в обществе, где нормативно-ценностные представления не работают, условно говоря, где нет, человек не может найти четких устойчивых ответов на вот эти вопросы. Кто я такой, зачем я слушаю? Ну, вообще о смысле жизни, да? Да, ну, вот эти кантовские известные, так сказать, вопросы. На что я могу надеяться последнее. Да, он в неопределенности находится, и, соответственно, ну, людей же очень много, и среднестатистически всегда происходят какие-то вот такие, ну, я считаю, что это трагедия, прежде всего это трагедия, да. И выводить какие-то из этого, отталкиваясь, опираясь на это, делать какие-то выводы относительно, там, идеологии, или, там, политики, ну, я не стал бы, я просто думаю, что нам надо... Хорошо, движемся дальше. Нам надо понять, что это близко, это возможность рядом с нами, надо, может быть, лишний раз обратить внимание на наших детей, поговорить с ними, поинтересоваться, чем они занимаются, как они вообще это все представляют, ну, и вообще побыть рядом, потому что, в общем-то, ребенок, особенно подросток, они очень одинокие, это всегда такой сложный период над пропастью воржи, да, вот, а сейчас, когда и мы еще растеряны, то это вдвойне сложно, поэтому я не стал бы теоретизировать или устраивать митинги, вот, плохо, что это есть, но... Ну, ясно, в первую очередь, соболезную, конечно, всем, нет какого отношения, да. Вот, ну, и, собственно говоря, одним из таких, если продолжить нашу беседу, одним из таких феноменов является появление, так называемых, новых идеологий в ситуации позднего модерна, которые, вот, они близки, может быть, к этому событию, вот, ну, я не буду это связывать, но, тем не менее, эти идеологии, они, ну, опять же, я в литературе, как они описываются, да, вот, они не претендуют на изменение, вот, горизонта бытия, мира в целом, то есть они ориентированы на какие-то сферы, вот, человеческих отношений, они, ну, партикулярно, то есть они частичны, да, вот, касаются только, ну, например, там, сферы медицинского обслуживания, да, вот, они краткосрочны, то есть они не претендуют, что это будет всегда, там, тысячелетия их какой-то, да, вот, давайте мы проживем следующее, там, 10 лет, вот, в таком состоянии, и это будет уже хорошо, вот, они персонифицированы, то есть, ну, например, вот, если этот политик придет к власти, он, значит, нам будет, вот, хорошо, значит, и так далее, то есть, как бы, остальные ответы, остальные, вернее, части вопросов, они убраны, вот, вот, просто есть правильный человек, который нас спасет, например, там, да, вот, харизма такая своеобразная, значит, они внесистемны, то есть это не изменение системы жизни в целом, а это, ну, какое-то дополнение такое, вот, небольшое, ну, и, собственно говоря, соответствующий тип распространения этих идеологий, это, вот, и есть, как раз, социальные сети обычно, вот, это аргументация, вот, аргументация подобных идеологий, очень часто является мнение, вот, если у меня есть мнение, ну, есть такой принцип, у меня есть мнение, значит, я прав, вот, мысль, значит, существую, да, у меня есть мнение, значит, я прав, если у меня это появилось мнение, то нужно его, вот, реализовывать, это факт, это очень короткое, но оно действенное, да, вот, мы видим человека, который убежден, что вот так, завтра он выходит и говорит, извините, вот, я сегодня читал на одном из сайтов, в Львове, значит, пишет активистка, которая говорит, что меня не называйте отныне активисткой, я вот к этому не имею отношения, к этим людям, которых сегодня называют активистами, хотя я была активисткой, там, в четырнадцатом, пятнадцатом году, вот, такой вот, интересно это сказать, вот, это из сферы вот этих вот новых идеологий, они допускают такое вот перекрашивание, переделывание постоянно, гибкость такую, неопределенность, вот, ну, и, собственно говоря, такие, такой термин существует, как геймификация, гейм, гейм, да, то есть превращение в игру, этот термин применяется в маркетинге сейчас, то есть, когда мы едем и смотрим, там, рекламу, например, там, я не помню, какая-то торговая сеть была, там, собака-покупака, значит, мы уже попадаем, как дети, в какую-то игру, где есть какие-то собачки, которые ищут товары, а нам это интересно, и вот нас подключают, это, в общем, достаточно развитая сегодня такая менеджериальная технология, которая применяется в том числе и в сфере политики, касательно вот этих, человек не воспринимает это, как какую-то идеологию, но оно работает, как идеология, постольку, поскольку оно показывает, оно выполняет вот эту задачу, оно управляет его поведением, в конце концов он идет, там, за кого-то голосует, или он, там, не признает результаты каких-то там выборов, вот, это сказывается на его политическом поведении, вот. Ну, собственно говоря, есть еще такая проблема в понимании идеологизации, что это целый комплекс, который должен развиться. Вот сегодня разные проекты, связанные с этим, они развиваются в разных, в горизонтах, скажем так, разных культурных укладов. Вот. Есть традиционный культурный уклад, где, как бы, каноническое положение существует, вот символ веры, например, в церкви есть, основным результатом, которого добиваются, это система политических установок, вот человек, он во что-то верит, при этом он может себе не объяснять это, вот ему достаточно верить. Вот. И способом работы с этим человеком является, ну, проповедь, по сути дела. Он слушает, он воспринимает, это односторонняя коммуникация, вот. Это не обязательно церкви касается, это, может быть, партийная организация какая-то, ну, там есть вождь, который говорит, вот, как он сказал, так оно будет. Люди получают систему вот этих ценностных установок, и им уже не важно, что происходит, они критично не относятся к этому явлению, они знают, что нужно теперь найти чужих своих, с чужими дружим, вернее, со своими дружим, с чужими воюем. Всё. Вот это вот развлечение, так оно работает. Но это в рамках традиционного культурного уклада. Вот. В рамках модерного культурного уклада существует некоторый алгоритм или план переделывания реальности. То есть, если в одном случае это система ценностей, которой нужно следовать, вот, вот символ веры, да, церкви, если взять, вот. То в этом случае, это, ребята, мы можем жить по-другому, мы можем жить вот так, есть аргументы. Основной способ – это диалог, диалоговая, то есть тот, кто в этом поле осваивает этот идеологический конструкт, он находится в диалоге, мы сейчас ведём с тобой диалог, и вроде бы мы, так сказать, предполагаем, что есть какие-то зрители, которые эти аргументы принимают или не принимают, но в конце концов должна сформироваться система убеждений. Если в одном случае, в первом случае у нас, вот, вера, и то, что должно произойти, это должно произойти чудо, то во втором случае это система убеждений, и то, что должно произойти, это создание какого-то нового мира. И я принимаю участие в политическом действии постольку, поскольку я вижу своё место в этом, так сказать, ряду, вот. И принимая участие, меняю мир вот таким рациональным, как бы, образом. И здесь языком идеологии является вот эта рациональная аргументация, вот где-то философия, ну, не зря один товарищ из храма выгнал философов и фарисеев, да, что там рациональное, но... Да. И, в общем-то, если в первом случае речь идёт о проповеди, речь идёт о литургии, в которую человек включается, я использую этот термин в расширительном каком-то таком случае, это переживание вот этой совместности, да, которая бывает в храме, например, в верующего человека. В Евхаристии, об этих практиках, которые сейчас вот разорваны, уже, видишь, не могу не вернуть. Ну, я не такой большой знаток, да. Уже всё, кафону не туда, нельзя уже туда. У нас есть люди, которые хорошо знают, но не могут произнести эти слова. Вот я могу произнести слова, но не уверен, что я их знаю, да. Вот, так вот, в одном случае это совместное вот пребывание в таком состоянии возвышенности, да, и потом с человеком происходит вот это вот озарение, он, так сказать, украинское слово надыхается, вдохновляется, да. Вот, то во втором случае речь идёт о пропаганде, то есть мы ходим и постоянно мы, значит, партия, ум, честь и совесть нашей эпохи. Кстати, почему не взять на вооружение какой-нибудь современной партии, хороший лозунг, партия, ум, честь и совесть. Никому не мешает, как та бочка с икрой около жёлтого корпуса в анекдоте, да. Ну да, вот, и в результате пропаганды формируется система убеждений, вот, которые, эти убеждения, они внутри себя могут быть противоречивы, вот. Ну, вот, человек рационально примеряет себя к миру, находит своё место и всё. А в первом случае мы сказали, что так оно и есть. И вот этот реальный план преобразования, он и вдохновляет, что мы наш, мы новый мир построим, значит, или мы воссоздадим какой-то древний, из древней порядок вещей, значит, ну, это рационализация происходит. И третий уклад, это коммуникативный, где вот эти канонические положения, как бы, они выглядят в виде сценариев происходящего. Ну, то есть, вот, всё такое текучее, вот, всё взаимодействие по правилам игры, это всё должно быть интересно, захватывающе, и это вот, ах, как это правильно и современно. А вот эти, которые там верят во что-то, ну, это уныло, значит, те, которые там что-то строят, ну, это там совок какой-то, да, да, да. Они скучные, значит, они, мы находимся в каком-то, да, да, а мы, значит, вот такие, и это понимается как современность, это захватывает, вот, собственно, вот эта вот игра, такой карнавал, вот эта гиперреальность, потому что, когда мы в первом случае спрашиваем, ну, взять, например, такое популярное понятие, как демократия, да, вот в одном случае демократия, это будет некоторая исконная ценность, которую мы верны, будучи верными которой, мы противостоим всему остальному, значит, вот. Во втором случае демократия, это будет некоторый инструмент, который позволяет нам эффективно выстраивать наше будущее, вот. А в третьем случае это какая-то цикава гра такая, человек не может, он, вот, ну, включается в это, вот, ну, есть такое понятие, как симулятор, да, вот, то есть некая симуляция реальности, которая является реальной само по себе, и его уже не интересует реальность. Вот, это вот Макрон как-то, где-то в прошлом году, по-моему, у него было интересное выступление, где он критиковал, вот, этот язык, который используется в политике, но который невозможно определить, а что же это значит в практике, вот. Но, тем не менее, это очень интересно, это вдохновляет, это работает в рамках вот этого традиционного уклада. Так вот, собственно говоря, результатом является, если в первом случае это, вот, это ценностная установка, да, во втором случае система убеждений, то здесь включенность в игру, вот, человек включен, значит, в рамках этого уклада эта идеология выполнила свою задачу. Так вот, следующее, что я хотел сказать, что идеология, реидеологизация возможна тогда, когда некоторый идеологический конструкт будет работать во всех трех этих укладах. Вот, то есть, когда возникнет такое состояние, когда вокруг одной и той же системы понятий, категорий, выраженных в виде какого-то учения, да, вот, какой-то концепции, будет одновременно и то, что я описал в традиционном, в модерновом и коммуникативном укладе, вот, где все, ну, прообразом этого был, вот, допустим, Майдан, где одни люди приходили, для них это было какое-то действие, где, ну, я знаю, что были люди, которые считали, что будет третье пришествие, вполне искренне, ну, люди же очень разные, да, то есть для них это было какое-то мистическое действие, где вот этот дух, значит, там, вот он реализует себя, и они вот так это видели. Другие приходили, поскольку у них было реальное, совершенно прагматичное видение этого. Вот мы, значит, проведем ряд действий и в результате получим какие-то, там, преференции, кто-то власть получит, кто-то считал, что у нас улучшатся законы, значит, то есть рациональное прочтение вот этой картинки было. Но третье, это игра особенно, вот молодежь, да, это захватывающее, это можно, вот, там, прыгать, значит, это можно веселиться, это можно проявлять социальные игры какие-то. И вот это все было объединено в едином таком целостном каком-то действии, которое и произвело вот этот эффект. Я сейчас не буду говорить, там, позитивный, негативный. Вот интересно сочетается с тем, что ты говорил раньше о революции, как о одном из путей, одном из горизонтов, да, то есть, собственно, только, получается, революционный горизонт задает вот эту возможность совпадения всех трех этих моментов, да? Ну, и необязательно мы, опять же, как выходцы из этого поколения, где революция была романтизирована, абсолютизирована, и где было такое представление, что революция, во-первых, обязательно произойдет, вот, вот сейчас многие люди считают, что да, вот, обязательно произойдет, ну, так быть, так жить нельзя, помнишь, была книга, конечно, Говорухина, фильм, да, который уже покойничка. Ага, вот сейчас тоже такое, такое, какое-то понимание, отношение, ну, а кто сказал, что это так, может, мы еще 40 лет в таком состоянии проживем, да? Ну, я, может быть, крамольную такую мысль высказываю, да? Конечно. Ну, тем не менее, вот это концепт бесконечно блящегося настоящего, да, оно вот-вот закончится, но все постоянно переносится на завтра, на завтра, на завтра, вот сейчас говорят. Ну, вот в следующем году произойдут перемены, будут выборы, а пока, ну, как бы пока, давайте жить так, как мы живем. Ну, вот в следующем году будет, вот, может быть, в следующем году нам скажут, ну, давайте мы пока вот… А бесконечно длящееся настоящее? Это вообще концепт, как вы решили, идея? Какой идеологии вообще? Куда это скорее укладывается? Бесконечно длящееся настоящее это... Ну, конец истории, фукуяма, да? А самая либеральная получается? Ну, вообще-то это состояние, которое Данте описывает то ли восьмой, то ли девятый круг, где уже ничего произойти не может. Ну, и это название книги, которая в 94-м году выходила, и которая была одной из первых попыток посмотреть на то, что происходит с Украиной на пути вот этой реализации независимости. Это 94-й год. Ну, кто интересуется, можно в библиотеке найти. Авторы так, авторов скажем, что... Ну, автор Великенников, Ермолаев и Деркачев. Вот три таких фамилии есть. Вот. Я так заинтригую немного. Да. Вот. Можно... Ну, она есть в библиотеках. Вот. То есть я хочу сказать, что вот этот путь, который прошла Украина, он не был таким однозначно... Вот. Ну, есть люди, которые считают, что вот только то, что было, оно могло бы быть только так и никак иначе. Вот. 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 Я считаю, что немножко вот, читая подобные книги, можно говорить о тех вариантах развития реальных, которые у нас были. Вот. Ну, они не состоялись там. К счастью, к сожалению, это уже другой вопрос. И вот осмысляя это, можно тогда видеть реальность современной Украины. Не конструировать какие-то идеологические очки, опираясь на... Ну, мы можем взять, грубо говоря, технологические, описав какие-то проблемы актуальные сегодня, выстроить под это то, что назовем идеологией. Вот. И люди на это, ну, грубо говоря, купятся, да? Станет ли лучше им и нам в результате? Вопрос открытый такой. Виктор, должен все-таки время как-то у тебя выбить на вопросы. Да, да, да. Сюжет был, ну, замечательно. Спасибо. Такая картина описана вот этой ре-идеологизации, ну, там и местами идеологизации, да? Которая так или иначе, ну, выглядела как такой монологизирующий диалог или, наоборот, диалогизирующий монолог твой, да? Вот, ну, пару вопросов из такой области нам с тобой тоже, ну, мне по наслышке, может быть, так, в приглядку, а тебе лучше знакомое. Вот когда один умный человек там мне объяснял, что, может быть, Ленин тогда еще молодой вывел такой научный термин для него, это всегда была же наука, там нет ничего более практичного, чем хорошая теория, и он-то умел соединить теорию с практикой, да? Из революции термин пролетарская идеология, то в этом было какое-то, ну, после игры, это ревизия марксистского понимания идеологии, что она все же является, вот то, что ты говорил, и я повторяю, ложным сознанием, если коротко, да? То есть, должно быть научное мировоззрение, никакой там, где религии, никаких особых вот форм, которые затемняют нам, никаких шорнинг, то есть, просто вот наука и еда. Конечно, мы не отрицаем там ни других форм общественного сознания, там и мораль, искусство и прочее, но наука, она, конечно же, в первую очередь имеет отношение к пониманию человеком, вот его место в мире и вообще этой всей жизни, да, вот все эти горизонты и все, что сегодня ты говорил. Насколько получилось там у Советского Союза этот эксперимент, все же можно говорить так осторожно, сейчас, не знаю, это мне поправить, что пролетарская идеология превратилась в какую-то такую партино-номиклатурную идеологию, которую мы застали, да? И очень много там было такой фальши, какой-то лжи, и вот, ну, первый вопрос, видишь, Китаю это помогает после известных событий, там, Дэн Сяопиновской реформы и так далее, помогает в чем? В какой-то модернизации, в каком-то там прогрессе, в том числе и научно-техническом, да? Нас, это как-то, ну, СССР, я имею в виду, в какой-то момент, ну, это не только идеология, но, как, производная от тех концепций, которые были в обществе, это загнало в какой-то, как говорят, логику, да? На место этого приходит идеология, ну, такая, может быть, я сейчас вот подаду к вопросу уже, наверное, идеология национального правосознания, идеология, вот, граждан, живущих в государстве Украины, которая предполагает нацию, как политическую нацию, ну, и отсюда какие-то выводы уже о том, как строить отношения в каком-то там, ну, понятном правовом поле. Вот в чем здесь подвох, есть ли он, когда все же мы меняем идеологии, а не выходим на какую-то столбовую дорогу науки, и не говорим, что, ребята, с идеологией надо там прощаться, надо заканчивать, есть какие-то вещи в более... Словно говоря, возможно ли научная идеология, возможно ли наука, которая способствует продвижению к научным мировоззрению, да? Я немножко абсортизирую, перегибаю палку в другую сторону, чтобы вот ее выбравить как-то. Ну, хотелось бы в это верить, вот, я думаю, что само наука как институт, да, идеология как институт, и, собственно говоря, как практика духовно-практического освоения мира, это разные. То есть у нас существует, ну, вот Китай ты вспомнил, да, вот, они говорят о том, что они к социализму должны еще только выйти, там, значит, 2000, я не помню, по-моему, 40-й или 45-й год, вот тогда построить социалистическое общество. То есть они о чем-то другом говорят, чем у нас говорили вот эти комиссары... На 20-м съезде Хрущев, да, что мы там построим уже коммунизм... Да, да, что через 20 лет будет, да, то есть это некоторая другая практика массового использования этого идеологического конструкта, и мы знаем, что сама судьба теоретизирования в рамках марксизма, она была очень такой неоднозначной в Советском Союзе, можно вспомнить того же, там, имена Ильенкова, да, который пытался развивать вот это вот живое творческое учение, да, в рамках этих номенклатурных коридоров, которые существовали в том числе и в философии. То есть вот эту практическую сторону, и есть такое выражение, гречи священников не отменяют религии, да, вот где-то к опыту построения научной идеологии в 20-м веке, наверное, с этой точки зрения, может быть, и следует отнестись. Мы еще не освоили 20-й век, это, по-моему, слишком рано делать выводы относительно успешности, неуспешности, и что вообще было. Да, вот, поскольку, если мы говорим, ну, если перейти в какую-то такую, опять это, может быть, я окажусь неправдно, если рассуждать в этом направлении, да, вот, взять вот эту идеологию научного марксизма, да, вот, ну, извините, он возник, и как массовое явление он продолжает существовать, независимо от того, что произошло с таким политическим конструктом, как СССР. Вот, то есть миллионы, он распространился, да, он был, он был опробован в практиках, вот эти позитивные, негативные его стороны, ну, ведь прошло, по сути дела, с появления этого научного мировоззрения, так называемого, да, вот, ну, чуть больше 100 лет. Ну, да. Вот, с точки зрения истории, с точки зрения развития горизонтов человеческого существования, это не такой большой срок. Вот, если посмотреть на то же христианство, о котором мы говорим, вот эти периоды, эти, в том числе и организационные какие-то потрясения, которые и до сих пор сопровождают, вот, это часть исторического процесса, и я не стал бы сейчас, вот, тему о научной идеологии списывать с корабля современности, вот. То есть к этому, я думаю, люди будут возвращаться, и мы будем возвращаться, мы будем вынуждены возвращаться, вот. Ну, и тогда всем коротко, вот, все же, сейчас, ну, живя в нашем обществе, нельзя быть свободным от этого общества, понятно, особенно это современное украинское общество предполагает такую, вот, не совсем уж такую условную, порой даже безусловную, не свободу. И когда мы говорим, вот, слушай, Ленка вспомнил, ты об идеальном, о том, что существуют некие законы, там, невидимые, но которые работают пожестче, чем любые, даже вот самые такие вещи, которые можно потрогать, держать в руках и, там, покрутить, как телефон мобильный. То есть речь, вот, о каких-то законах, ну, первое, конечно, правовое сознание, да, то есть право, как форма сейчас сознания, там, уголовное право, как шутил Бендер, да, главное нам с уголовным кодексом не заигрывать. Вот, более тонкая вещь, наверное, мораль и какие-то нормы морали, и здесь тоже традиционные институты и прочее, прочее. И, подходя, вот, к вопросу, собственно, как может или должна современная идеология, или тот процесс, который ты обозначил, как вот смена, может, идеологии, там, реидеологизация, повлиять на, ну, отношения между людьми. Вот, как эти отношения должны стать, ну, я не знаю, там, пусть разум, добро и красота, вот, как-то в совпадении, там, мы видим перспективу, все же, для человечества. Как, совсем уж, возвращаясь к конгрессу в Китае, сделать отношения между людьми человечные при помощи идеологии? И может ли это быть идеология, а не научная какая-то другая, ну, религиозная, националистическая, так говоря, так далее? Ну, я думаю, что без этого мы не обойдемся, поскольку сфера политико-правовых отношений, которая формируется, в том числе, опираясь и на идеологию, как ресурс, вот, она является цивилизационным достижением, она позволяет жить, вот, современным обществом, вот, вот, она никуда не денется, и, я думаю, будет выработана такая идеология. В этом смысле я оптимист, да. Но сейчас мы находимся в ситуации, когда, столкнувшись с новыми вызовами, мы пытаемся применить старые средства. Это естественно, это нормально. Когда у меня ломается машина, то я вспоминаю весь свой багаж, а как же она может поломаться? Ну, я немножко, так сказать... А там уже не карбюратор, а инжектор. Да, а потом оказывается, что там что-то вот другое, вот, вот оно возникло. Ну, и плюс бывает, что не хватает языка для, как бы, ухватывания мышлением новых сфер отношений и новых, в том числе, политических явлений. То есть, я правильно понял, что мы находимся в процессе выработки новой идеологии, или государства Украины, или такой всемирной, всечеловеческой идеологии новой? Ну, я не думаю, что всечеловеческая идеология, вот. То есть, вот этот диалог по поводу идеологии, он будет иметь всечеловеческий характер, и в этом смысле, вот этот диалог, который происходит на уровне философских конгрессов, на уровне социологических, в ООН и так далее, это все будет иметь место быть, но там как раз и сталкивается вот это разное, там вот это разное начинает друг друга как-то понимать, или открывает горизонты к взаимному пониманию, но правда будет оставаться все равно у каждого, как бы, вот, своя. То есть, кто-то будет зимой снег убирать, а кто-то бананы, значит. Ну, и у тех, и у других это зима будет. То есть, вот это всеобщее, оно не является тотальным для каждого отдельно. Ну, мы же, как философы, помним всеобщее, общее и индивидуальное, или конкретное, общее и всеобщее, да? Вот, то есть, вот эти... Да, медичное, особенно всеобщее, оно, может быть, дали статегорию. Да, я немножко забыл, да. Я просто думаю, что как же быть без этой вот всемирной идеологии, даже в духе там много, как философа Канта, который вот этот вечный мир, может быть, не Факуяма, а именно Кант, что когда должны же, в конце концов, прекратиться войны, это будет другая идеология уже, да? Или уже этой фантазии, наверное, оставим для следующей встречи? Ну, я думаю, это хорошая фантазия, когда прекратятся войны, но вот как-то пока мы видим, что что-то вот такое происходит. Но, тем не менее, Виктор, спасибо тебе, что какие-то конструкты, какие-то инструменты для этого вот ты сегодня здесь в студии и вооружаешь наших внимательных слушателей, подписчиков, и пусть они, да, подникают. Ну, гай бог, что я не запутал дальше, так сказать. Спасибо, с нами был Виктор Щербина, доктор социологии, и я продолжаю трансляцию на Укрлоти. Подписывайтесь на нашу программу, на наш канал, да, Укрлоти. Спасибо. Спасибо, с нами.